Здравствуйте! Я не поняла, а вы что, новый семейный психолог? Да-да, проходите, присаживайтесь, пожалуйста. А где же старый психолог? Я к нему ходила со своими проблемами каждый день. Видите ли, он повесился. Да вы что? Да. Шаль, теперь я буду ходить к вам. Хорошо. Вот моя проблема. Заходи, проблема! Здравствуйте. Сволочь такая! Все нервы мне истрепал! Да, к одной секундочку. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Так, ну, хорошо. Расскажите мне, с чем вы ко мне пришли? Я? Ну, вы, допустим. Да, с дурой пришел, не видно, что нет. А ну, заткнись, сволочь такая! Терплю его из последних сил! Так, дорогие мои, пожалуйста, успокойтесь. Скажите мне, чем я могу вам помочь? Помогите материально. А ну, заткнись! Вы понимаете? Да. Когда мы поженились, наши родные пожелали нам жить долго и счастливо и умереть в один день. Но я чувствую, что эта сволочь умрет намного раньше. Вот видите? Так, подождите, пожалуйста, подождите. Скажите мне, как давно у вас начались проблемы? Я скажу. Значит, 30 лет проблем никаких не было. Нет. Ни у меня, ни у нее. Да. 30 лет не было проблем. А потом мы встретились. Еще одно слово, гад такой. И я тебя избавлю от лишних зубов. Видите? Так, одну секундочку. А вот здесь мне интересно. И часто у вас в семье бывают рукоприкладства? Да, боже, упаси голос. Послушайте, дорогие мои, а я хочу вам задать еще один вопрос. Правда, может показаться несколько нескромным. Если, извините, если на эту тему, то я сразу скажу. Я, хоть человек и простой, я стесняюсь, я посесниваюсь. Ну, хорошо, раз вы такой стеснительный, тогда давайте заменим это, допустим, словом «борщ». Скажите, как часто у вас с женой бывает «борщ»? Да какой там «борщ»? Баланда одна. Я скажу, как есть. Я люблю больше наваристый такой, знаешь, с сальцом такой, с помпушками такой, знаешь, со сметанкой. А она вообще готовить не умеет. Подождите, подождите, подождите. Дорогие мои, вы меня запутали в своей кулинарии. Я не это имел в виду. Я имел в виду, когда последний раз у вас был... В субботу. В субботу? Да. В субботу? Как в субботу? В субботу я был в гараже. Я в гараже был в субботу. А, с мужем? Что смотришь? В субботу, да. В субботу собирались. Но не получилось. Правильно, не получилось. Потому что я целый день в гараже был. Я аккумулятор ремонтировал. И ты об этом знаешь. У меня, знаете, у меня там, честно говоря, проблема. У меня, значит, клеммы к аккумулятору нормально подходят. Искра идет вот к фаре. Но фара света не дает. Ну не дает света и все. Не дает света. И только через час света дала. В смысле, дала свет фара. Фара дала свет. Ну что ты смотришь? Клеммы соединились. Подожди, подожди. Смотрит она. А вот тут я что-то не поняла. Ты о чем? Ты никогда в аккумуляторах не понимала. Так, подождите, подождите, дорогие мои. Подождите, вы меня запутали своими аккумуляторами, гаражами. Я не об этом спрашиваю. Я вас спрашиваю, когда у вас последний раз были интимные отношения? Подождите, я сейчас календарь гляну. А, да-да, пожалуйста. Я все отмечаю. Да, пожалуйста. Так, сейчас. Так, 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 так. А, нет. Нет. Надо за прошлый год. Правильно. Правильно. Вот. Поэтому поводу и поем. Понимаете, дорогие мои, понимаете? Вот в этом и есть корень ваших проблем. В этом и есть корень проблем, конечно. В этом корень проблем. Дело в том, что, я не могу с ней жить. Не могу я с тобой жить. Жить с тобой. Подождите. Не могу. Скажите мне, пожалуйста. Не могу. Послушайте меня. Меня послушайте. Как вас зовут? Сволочь. Подождите, я не вас спрашиваю. Как вас зовут? Видите, по-разному. Василий меня зовут. Вася, по паспорту. Да? Да. Василий, пожалуйста. За меня это открытие. Успокойтесь, открытие. Успокойтесь, Василий. Я вам, вы понимаете, вы должны принять... Я? Я принял еще до этого. Если бы я не принял до этого, я бы сейчас вообще не воспринимал здесь ничего. Да я не об этом говорю. Подождите вы, не перебивайте меня. Я говорю, что вы должны принять свою жену вот такой, какая она есть. Понимаете? Да ладно. Да, потому что вот мы иногда в чужом глазу замечаем соринку, а в своем не видим и бревно. О, а я как раз в своем глазу это бревно вижу ежедневно. Бревно. Сам ты бревно. Сам ты бревно без сучка. О, о, о. Без задоринга. Да, да, да. Подождите, а вот у меня идея. А давайте мы с вами сейчас поиграем в ассоциацию. О, я люблю игры. Так, не с вами, девушка, а вот с вами, Василий. Вот смотрите. Кино. Пожалуйста, меня слушайте. Я вам буду сейчас говорить слова. Так. А вы говорите первое, что придет к вам в голову. Да? Поним. Итак, начнем, да? Да. Семья. Шуба. Угу. Супружеский долг. Шуба. Брак. Так шуба, шуба, шуба. Подождите, Василий. Ну почему у вас на все слова о семье одна ассоциация шуба? Да потому что писец. Похоже, я понял, в чем ваша проблема. В вашей семье не хватает ласки. Правильно, доктор, правильно. Я ему сколько раз говорила, мне нужна шуба из ласки. А ты мне что принес? А чем тебе хорек не нравится? Да, есть небольшой запашок. Амбрецо идет, да. Но я в комплекте тебе подарил духи сирень. Ага. Подарил. Очиститель воздуха, да? Так, послушайте меня, дорогие мои. Послушайте меня. Вы меня о том, меня дослушайте, пожалуйста. Понимаете, Василий? Женщине нужно говорить комплимент. Вот сейчас не понял. Ну, например. Ты у меня самая красивая в мире. Да ладно? Да, да. Ты моя самая любимая. Ты сметанка в моем борще. Ты кусочек сала на моей горбушке. Шкварочка моя. Пампушечка моя. Пельмешечка моя. Я ж только не выпью. Перестаньте. Жрать же хочется. Вы хоть раз в жизни своей жене цветы дарили? Какие там цветы? Здрасте. А на годовщину букет? Не букет, а венок. Да цветы же. Бумажные. Пластмассовые. Еще лучше. А то поливать не надо. Послушайте, дорогие мои, успокойтесь, пожалуйста. Успокойтесь, пожалуйста. Успокойтесь. Я сейчас могу уйти. У вас очень просто решается проблема. Вам нужно просто уделять друг другу больше внимания. Понимаете? Вот смотрите, вот я, например, свою жену вожу в театр, в кино, в рестораны. Дарю ей подарки, покупаю ей цветы, говорю ей комплименты. И мы с ней живем душа в душу. Понимаете? Мы живем душа в душу. Душа в душу. Душа в душу. Всю душу мне вымотала, зараза. Дай денег, дай денег, дай денег, дай денег. Сил моих больше нет. Вынеси елку, вынеси мусор, бреди полочки. Я одно слово на мне, десять, десять слов. Нам нет, амуретская мчелесть. Жить больше не хочется. Я хотел уже повеситься. Так, у нас потолки низкие, я все время головой не упираюсь. Хотел с балкона прыгнуть, так мы на первом этаже живем. Господи, когда так хочется, как бах. Васюня, а ты знаешь, по-моему, у нас не все так плохо. Надя, я тебе сразу говорил, не надо к ним идти, понимаешь? Да. Их самих лечить надо. Наденька, шкварочка моя. За тебя, за тебя. Может, пойдем домой отсюда, а? Пойдем, пойдем. Я тебе такой борщ приготовлю. Пампухами. Да. Пошли. Обещаешь? Пошли, пошли, пошли со мной. Пошли. Так. Твердорыловы. Вычеркиваю. А что, моя новая метода работает? Следующую.